Сегодня хочу рассказать вам случай, который со мной произошел, когда я пошла лечить зуб в поликлинику. В общем, прихожу я к врачу, мне нужно было запломбировать зуб. Да, и она меня отправляет сделать снимок. Я иду в регистратуру, оплачиваю в кассе, все, мне дают чек, и я направляюсь в кабинет, где... Ну, котик, в кабинет, где делают снимки. Подхожу в кабинет, у стоит девушка, она уже сделала снимок и ждет, когда его вынесут. Как-то проявят снимок и вынесут котик. То есть я заглянула, спросила, можно ли, ну там пусто в кабинете было, она говорит, да-да, проходите. И я прохожу, а эта женщина, она в другом кабинете находится. То есть кабинет состоит из двух маленьких кабинетов. В одном фотографируют, в другом проявляют. Так вот, это вот врач, она находится в другом кабинете. И кричит мне оттуда, да-да, проходите, готовьтесь. А там, вы знаете, кто делал снимки, есть такие фартуки, которые одевают, чтобы лишний раз не засветить внутренние органы. Ну, это не полезно, потому что... Вот. Я уже как-то делала это давным-давно, но забыла, как пользоваться этим и аппаратом, и этим фартуком. И я ей кричу врачу. «Партук надеть?» Она говорит, нет-нет, просто на колени. Я подхожу к стулу, где стоит этот аппарат. Он как-то так вот развернут к стене. Подхожу к стулу. Подумаю, а как же размещаться-то? И как на колени, куда на колени. В общем, я стою на колени. Я стою на колени перед этим аппаратом на стул. И получается, что аппарат к стене развернут. Стул стоит тоже возле стены. И я стою на колени, получается, лицом к стене. Ну, этим зубом, зубом вот этим. К аппарату. Вот. Вы же представляете, картину выходит врач. Я стою на колени на столе. Она только на меня смотрит, говорит, девушка меня назвала. Девушка, садитесь, пожалуйста. Причем она даже не вылуднулась в виде такой комичной ситуации. Слушай, ну это я потом понимаю, стало, что это очень было смешно. Но на тот момент, когда я вставала на колени на стул, мне это каким-то... Вообще, 21 век не могут придумать какой-нибудь аппарат, чтобы нормально человеку комфортно сидеть. Какого фига-то надо на колени-то вставать. Она говорит, вы присаживайтесь, пожалуйста. Я вам сказала на колени фару положить. То есть, фраза ее такая была, нет-нет, не надо, на колени. Просто на колени. Как я еще перед дверью на колени не вставала. Ну вот, в общем, сделала она мне снимок. Причем она не могла долгое время делать мне снимок. Потому что я не смеялась, я ржала. Я просто не могла остановиться. Она мне эту вот пленку туда помещает возле зуба. А у меня рот до ушей меня аж трясет всю. Я как вот представлю свою позу. И что этот доктор увидела, когда она... Вот, ну, представляете, вы ходите из кабинета, и тут перед вами пациент стоит на коленях пиццом в стене. Это очень какой-то ужас. Ну, в общем, говорю, пополам сделала она мне снимок этот. Я не могла вот остановиться, не могла. Я сейчас даже до сих пор вспоминаю вот это, представляю, что она видела, как я себя вела. Меня такой смех разбирает. Я не могу спокойно, без слез об этом говорить. Ну, хоть, пусть так, через звезда. И, в общем, со снимком моего зуба... Он вообще наглый. Со снимком моего зуба я направляюсь к врачу, который должен мне лечить. А сама иду вот ухахатываюсь. Просто подхожу к кабинету, пытаюсь сделать серьезным лицо, успокоиться. У меня не получается. И я вот стою, смеюсь, вот, прыскаю просто от смеха. Ну, и, видимо, врач-то уже устала ждать. Где пациент-то ушла и пропала. В клинике вроде никого нет народа, а клиент пропал. Она дверь открывает, и я тут стою. Стою, хохочу. Она, проходите, все уже, да, да, все. Я захожу в кабинет, а их там двое. Медсестра и врач. И я рассказываю им эту ситуацию. Вот с таким гоготом рассказываю, как это все произошло. И вот эти вот люди оказались с чувством юмора. А может быть, та женщина тоже была с чувством юмора. И вот эта вот ситуация тоже рассмешила ее. Просто она не хотела, наверное, меня обидеть. И так я в глупейшей ситуации оказалась. Еще и она будет надо мной смеяться. Мне кажется, если бы мы посмеялись вместе, было бы лучше. А так я вот смеюсь одна, а она более чем серьезная. Мне кажется, она даже немножечко нервничала. А эти вот два врача им, когда рассказала то, что со мной только что произошло, я думала, мой зуб никогда не запломбируется. Мы так смеялись. Ой, вот такие вот интересные ситуации бывают со взрослыми людьми. Ну, не каждый же день мы лечим зубы, правильно? Если бы я каждый день снимки зубов делала, я бы знала, что фартуг надо на колени класть, а не со мной вставать на колени. Ой, ну вот, все, посмеялась вместе с вами. А сейчас пока-пока.